ДАВНЕНЬКО Давненько что-то я не вспоминал о Лукашенко. Интересно, как ему там живется на задворках несуществующей давно Российской империи. Ну, то есть союзного государства. Давича, ну а точнее 2 апреля, Григорович опрометчиво сказал, что Беларусь, мол, готовится к войне. Ну и понеслось. Даже его карманным медиаресурсам пришлось в итоге эту новость быстренько удалять со своих сайтов. Ну, чтобы не дай бог. Лукашенко, понятное дело, позже все отрицал. Такой необходимости нет и не будет такой необходимости. Хотя непонятная инспекция в войсках, показные диалоги со своими генералами на тему, что же там Суваловский коридор. О нем я рассказывал в одной из прошлых программ, помните? Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они до нас нападут, это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти. Совершенно нет, товарищ президент. Ну, чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. А сколько у нас все время они вякают про эти Суваловский коридор? Сколько тут километров до России, до Калининградской области от наших границ? И вот 11 апреля самопровозглашенный президент Беларуси приехал в Кремль. Приехал на целых два дня. Что же его визит может означать в контексте оговорки по Фрейду, которую Лукашенко позволил себе в начале апреля? Нападать или не нападать? Вот главный вопрос. Конечно, публике показали то, что показали. Историю большой и бескорыстной любви между Россией и Беларусью. Что же происходило в закулисье, нам остается только догадываться. Да вот подконтрольные Лукашенко и Путину журналисты и осведомленные телеграм-каналы только и говорили о том, что Лукашенко назаявлял в Москве. Может быть, Украине, так же как сегодня России, пригодится такая Беларусь? Да, это правда. В основном говорили о войне. А знаете, что общего у Путина с Лукашенко? Ну, кроме всего прочего, способность сделать умный вид и экспертные выводы на темы, в которых они, ну, совершенно не понимают. От космической промышленности до мировой истории. В общем, все как у любимого россиянами украинофоба Булгакова. Идеи космического масштаба и космической же глупости. Лукашенко и Путин в День космонавтики встречались с космонавтами. Но об этом буквально через несколько секунд. А пока скажу о другом важном дне перед Днем космонавтики. 10 апреля Одесса отмечала День освобождения от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны. Отмечала громко под звуки российских ракетных ударов. Россияне как бы намекали, что нацизм, он, в общем-то, никуда не делся. От обстрела в городе погибли тогда пять человек, среди которых 10-летняя девочка. Что там в Москве говорят? Одессу заждались. Одесса, возвращайся домой. И все. Значит, мы заждались Одессу в Российской Федерации. 11 апреля, в преддверии, так сказать, Дня космонавтики, россияне совершают комбинированную атаку на украинскую энергетическую инфраструктуру. В результате полностью уничтожена Трепольская ТЭЦ. Это самая мощная электростанция в Киевской области. Она питает сразу три области. Киевскую, Чаркасскую и Шитомирскую. То, что россияне не сумели сделать зимой, смогли сделать сейчас, когда на дворе хороший плюс. Без света также сидит и Харька. Все, что Россия освобождает, она обычно уничтожает. Такая уж русская традиция. Накануне ранним вечером российские военные сбросили авиабомбу на город Сума. В областной военной администрации сообщили, что удар нанесли по местной теплоэлектростанции. Ранее военные России запустили по Украине 42 ракеты и 40 беспилотников. Почему я об этом рассказываю в части программы про Лукашенко и Путина? Да потому, что именно об этом говорил Путин и Лукашенко. Мол, мстит Москва за удары по нефтеперерабатывающим заводам России? Мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Все бы ничего, да только правилам общей логики не поддается один простой факт. Зачем Россия, в принципе, начала эту войну 10 лет назад и чего в итоге она добьется? Социология чем дальше, тем больше показывает, что украинцы ненавидят свою соседку. Даже те украинцы, которые когда-то были вполне лояльны к Москве. Вот так, например, смотрите сами. Это кадры 2016 года. Лукашенко знатный эксперт в войне, дипломатии и во всем, что только можно себе представить. Стратег одним словом. На вопрос, будет ли все же Беларусь напрямую участвовать в войне против Украины, он ответил вот что. Вот эти вот призывы, Беларусь в войну Украине, это в пользу НАТО. Это они хотят и делают все, чтобы нас тянуть в войну с Украиной. Ну а еще батька всея Беларуси переживает, что Украина отгородилась от него настолько, что не знает, когда же теперь и быть. У них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе. Ну и наконец-то мы добрались до Дня космонавтики. Он заслуживает отдельного внимания. Белорусская космонавт Марина Василевская полетела в космос вместе с российским экипажем. Вот и выходит, что День космонавтики теперь белорусы тоже могут отмечать не только как отголосок советского прошлого, но и современность белорусской космонавтики. Но есть одно «но», как вы догадались. Научное значение экспериментов, которые белорусский космонавт, по сообщениям государственных же СМИ, успела провести за 12 суток на орбите, можно оценить ровно в 3 рубля в базарный день. Космическое путешествие Василевска напоминает скорее полеты российской актрисы Юлии Пересильд в 2021 и биолога Раяны Барнави из Саудовской Аравии в 2023 году, которые были задуманы в первую очередь как громкие пиар-акции Саудовской Аравии и Российской Федерации. Зато вся эта история поможет продвигать Лукашенко нарратив, что Беларусь теперь не только ядерная держава, ну потому что Путин разместил там свои ракеты, но еще и теперь космическая, потому что Василевскую взяли погулять по космосу. Во всем этом космическом угаре Путина и Лукашенко вдруг почему-то вспомнили про оленеводов, ну и позвонили многодетной семье потомственным оленеводам, живущим в тундре на Ямале. Видео разговора опубликовала не кто-нибудь, а пресс-служба Кремля. И вот что они услышали в ответ на свой звонок. Слышите нас? Слышу, слышу. Это кто? Все свои. Из Кремля с вами. Ваши друзья из Кремля. Гарри, все, гарри, все. У нас вот гости здесь. Во-первых, первая женщина-космонавт в Беларуси, президент Беларуси. И сегодня, то есть сегодня ведь праздник, 12 апреля, день космонавтов. Мы вас все вместе поздравляем. Обычно такие звонки не происходят спонтанно. Я надеюсь, это же всем понятно. Телекамеры снимают сразу и Путина с Лукашенко в компании космонавтов, ну и, собственно, оленевода с его семьей. Поэтому вопрос это кто звучит вообще эпически. А еще в конце января на форуме «Родные и любимые» тот самый Энгся Пяк пригласил Путина в Ямало-Ненецкий автономный округ и пообещал покатать его на трех белых оленях. Почему? Да потому что Путина каждый ребенок в тундре знает. Путин тогда сказал, что постарается приехать обязательно. Но вот сейчас Пяк его, очевидно, уже забыл, поэтому спросил, кто это. Думаю, что на этом оленеводческо-космический блог про Путина и Лукашенко можно и закончить. От вас жду комментарии, если смотрите выпуск в интернете. Но еще, пожалуйста, отыщите кнопки лайк и подписаться. И мы будем с вами общаться еще чаще.